Рабочий выезд главы региона продолжился посещением Железненского района. Асаин Байханов проверил ход осеннеполевых работ. В этом году общая уборочная составила больше 202 тысяч гектар. Подробнее в нашем следующем сюжете. Из 202 тысяч гектар больше половины это зерновые и бобовые культуры – 136 тысяч гектар. На данный момент собрано с полей только 27%. Следующие по распространенности культуры – масличные, кормовые и овощные. На встрече Акима озадачил вопрос слабого использования минеральных удобрений для поддержки плодородности почвы. После того, как один из руководителей КХ признался, что не использует их в своей работе. Костянское хозяйство Дана на своих полях посеило 1500 гектар пшеницы, 1800 гектар масличных культур и овес – 170 гектар. В этом году КХ ожидает хороший урожай. В прошлом сезоне сельхозтоваропроизводитель собрал с одного гектара 4 центнера. В этом уже 15 центнеров. Затем Асанин Байханов ознакомился с ходом уборочных работ в ТО «Агрокэпитал». Здесь также не используют питательные вещества для оптимизации роста растений. Всего предприятием было засеяно больше 3000 гектар пшеницы и 400 гектар картофеля. Здесь всего 6000 пашней. Остальное на Багаре ничего не сеется? Пшеница. Пшеница? Да. Там какая вырожайность? 10-12. Почему тут мало? В этом году. Ну, видите, мы туда не даем удобрения. Удобрения не дают? Да. Ну и надо поагрономить. Мы будем изымать землю фермеров, которые удобрения не дают. Агрономические мероприятия. Ну, для этого я здесь, чтобы все это исправить. Исправить, да? У вас один сезон у вас остался. Заранее предупреждаю о возможном разводе, как говорится. Ну, если кроме шуток говорить, то если серьезно говорить, то это важно, потому что... Да, землю надо работать. Да, землю надо работать. Землю надо работать. Она для будущих поколений должна остаться. И не так, чтобы все забрали с нее и ничего ей не дали. Да, согласен. Вот это надо. Дережно относиться к земле. Затем Акиму области презентовали проект по укреплению береговой линии в селе Башмачное. Здесь ежегодно происходит обрушение берега. И уже в ближайшее время появится угроза жилым зданиям и инженерным коммуникациям. Помочь избежать неприятные последствия должно берегоукрепительное, подпорно-защитное сооружение протяженностью в 500 метров. Стоимость проекта 550 миллионов тенге. Вот это у нас центральный водопровод, колодец. Буквально в том году расстояние до береговой линии составляло 12 метров. Былгогына был 7 метров. Буквально в этом году мы используемся. На данный момент в селе Башмашное проживало 706 человек. Как поделился Асейн Байханов, в Майском и в районе Акула также наблюдаются проблемы размытия берегов.